Мой рецепт для тех, кому надоело по утрам есть бутерброды с колбасой и сыром, попробуйте что-то новенькое. Тем более, что этим блюдом вы порадуете детей и зарядитесь энергией на несколько часов. Внимательно прочитайте о том, как приготовить французские тосты со сливой и яблоками. Вы можете попробовать добавить и другие фрукты. Французы очень любят делать подобные закуски с малиной, черникой и бананами. А в моем рецепте хлеб еще и получается сочным, так как от плодов будет сок, просто пальчики оближите. Досмотри их видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Ломтики багета опустите в смесь из яиц, молока, корицы и ванили, оставьте их там на 30 секунд. Яблоки промойте и очистите от кожуры, нарежьте их небольшими кусочками, обжарьте в масле до мягкости, затем добавьте сахар, воду и корицу, дайте им закарамелизоваться в течение 5 минут. Ту же процедуру, что и с яблоками, проделайте со сливами. Тосты обжарьте в масле на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Подавайте тосты с яблоком и сливой, полив их сиропом по желанию, приятной дегустации. Подписывайтесь и ставьте лайки. Теперь, о составе нашего блюда. Батон или багет, 10 лоутиков. Яйцо, 3 штуки. Слива, 1-1-5 штуки. Яблоко, 1-1-5 штуки. Лучший сорт Гринми Смит. Молоко, 1 стакан. Ванилин, 0,5 чайных ложки. Сахар коричневый, 2 столовые ложки. Сливочное масло, 2 столовые ложки. Вода, 2 столовые ложки. Корица, по вкусу. Хленовый сироп, по вкусу. Количество порций, 4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Всем приятного аппетита, жду вас снова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...